В таком виде спорта чего-то добилась. Поболеть за Россия. Вы знаете, какое неуспешное было выступление на Олимпийских играх? Ни одной медали в игровых видах спорта, даже бронзовой. Ох, и первая шайба! Первая шайба! Ну, бросок-то не получился точно. Ох, какая ошибка! Выход один на один! Ещё раз! А Каспаратис, Нью-Йорк Айлендерс. И превосходили финны в технике. Сейчас хороший выход. Бросок! Ещё один, и наконец-то гол. Да. У нас отличился Гончар. У финнов Ниеминин. И прекрасный пас. Фетисова. Великолепный пас на пятачок. И счёт становится 2-1. Могильный вступил в борьбу Фёдоров. Рядом со штангой среагировал Трифилов, отвёл шайбу. Она летела в ворота. Мне кажется, игра интересная. Быстро. И что самое, это, наверное, приятное. Фетисов и Селяны. Тимусселяны. Надо сказать, что, когда рассказывают наши хоккеисты о Тимусселяне, они его называют Тимофеем. В принципе, все дружные. Но вот здесь что-то на льду происходит такое. Вот мы уже увидели сегодня его, какой точный был пас. Вот он сейчас продолжает вести борьбу. Упал, поднялся. Ещё раз оттеснили. Он всё-таки ведёт борьбу за шаги. Совершил Андрей Коваленко. Красиво, но опасно. Зубов обыграл сейчас. Николешин. Яшин. И гол. Да. Вы знаете, у нашей команды... Ох, как гончар сейчас получил шайбой. У нашей команде маленькое пока преимущество. Это Андрей Трифилов. Такой маленький плюсик, который, в конце концов, может превратиться и в преимущество большое. Борис Михайлов в роли главного тренера. Ещё раз смотрим. Да. Увы, в хоккее это вполне возможно. Смело, как идут защитники. Да не только защитники. И под шайбу ложатся, подставляют себя. 55-й номер это гончар. Увозит его. Наша сейчас прессинговали. А так встреча... Распаратис сейчас провёл силовой приём. Значит, приобрести уверенность, которая ему будет необходима в этом сезоне, в частности, в этом турнире. К сожалению, судей на сегодняшний день, который, в общем, судья, который сегодня приглашён на матч, он из Европы. Поэтому правила... Да, швейцар. И нескольких лет, поэтому просто так обыграть. Видели? Ой-ой-ой, могильного поймали сейчас вот на этой красной линии. Ну что, начали заступаться? Что там? Это Фёдор. Это вот за могильный вот так, да? Это должно быть, потому что в этом заключается настоящий профессионализм, когда ты можешь постоять за своего партнёра и своего друга. Поэтому в этом плане Сергей поступил, может быть, неправильно с точки зрения стычки. Но, тем не менее, в этой ситуации нужно дать просто знать, что здесь команда непростая и, в общем-то, с ней нужно считаться. Поэтому Сергей в этом плане, значит, постарался поставить им на место. И ему это, я думаю, удалось. Кстати, Югуре тоже там вошёл в клини с одним как... Нет, у него ещё один год. Ещё год. Ещё год, да. Поэтому я не думаю, что хозяин клуба Детройт хочет его отпустить, потому что Сергей... Ох, какой бросок! Какому не смысла. Игорь, пожалуйста, погромче немножко, потому что у нас микрофоны чувствительные, но... Чтоб телезрители всё поняли, что мы с вами говорим. Поэтому от ребят требовать именно сегодня хорошую игровую форму. Могильный, буре! И... Ай-яй-яй! Открылся. Могильный. Пас на пяточок! Великолепно! Фёдоров! Всё внимание, всё внимание прессы, значит, сосредоточено на... Последние две минуты матча. Ответная шайба. Сборная Финляндии в полном составе играть остаётся уже 5 секунд. Ну, теперь вот Трифилова, не надо ошибаться, и звучит сирена. Ну, что ж... Исторический матч, первый матч, хотя и товарищеский, называется выставочный. Вот такой выставочный матч.